Заводи мотор, поехали в Крым! В студии Одиссея Пи-Пи, президент фонда содействия развития науки, культуры и кино Одиссей, известный крымский певец, заслуженный артист Украины и Грузии Рашид Мамедов. Господа, добрый вечер. А вот так вот бывает Одиссей. Как клип Любе смотрели? Да. Понравился, не понравился? Какие нюансы? Ну, откровенно говоря, чуть не мой стиль это, но картинки понравились мне, почему нет. Песенка так себе, но Любе имеет своего зрителя и очень даже, наверное, многим нравится. Рашид, ну вот есть мнение, что в преддверии курортного сезона их клип и, в принципе, эта песня, да, то, что они показали Крымский мост, то, что они показали эту картинку, она может стать главным хитом этого лета, как считаете? Возможно такое или нет? В принципе, такое возможно, потому что все-таки эта тематика такая актуальная, она сегодня очень востребована, и она патриотическая в первую очередь, и с музыкальной точки зрения тоже сделана хорошо. Алисей, ну вот там слова, цитирую, шашлыки, крепленные вина от Крыма. А неужели только этим Крым может привлечь? Ну, знаете, во-первых, если честно, я очень рад даже, что они так употребляют наши какие-то, знаете, компетенции. Вино, пляжи, девочки хорошие там танцуют. Это, кстати, из фабрики тоже, из группы фабрики, они, соответственно, должны записать. Вообще, к слову, как говорят, вот в последнее время слышу, обсуждаю, что вот хайпуют Крым и так далее, мне кажется, что нормально. Пускай хайпуют, пускай наш Крым будет звучать и звучать. То есть для нас это тоже плюс? Плюс, да, хотим мы качество, но потихоньку и качество будет. Ну вот в данном случае мы тоже хайпанули на премьере клипа Любе, да, но все-таки переходим к другим темам, ну так или иначе косвенно связанные с творчеством. Рашид, если мы говорим о том, что полуостров действительно с 2014 года, он постоянно на повестке дня, он постоянно привлекает внимание. И, конечно, первые это поняли политики, которые воспользовались, и следом за ними и творческие люди, которые так или иначе используют это для того, чтобы заработать себе каких-то бонусов. Но вспомним тот же 2014 год, когда многие и российские, и известные певцы, актеры, артисты далеко не горели желанием приезжать в Крым. Далеко не все ехали сюда на полуостров. Сейчас вот много таких осталось на территории России? Или уже все поняли, что в Крым ехать можно и нужно? Нет, ну, конечно, это такое знаменательное событие, то, что произошло пять лет назад. Крымская весна принесла то, что принесла, поэтому патриоты, конечно же, все разделяют эту точку зрения. И на материке уже стали по-другому смотреть отношения к этому переменам. Эти перемены, они сыграли такую огромную роль. Я считаю, что все в этой жизни справедливо и потери находки, потому что все, что происходит, все справедливо. Мы только должны менять лучшую сторону, нашу жизнь, и творчество должно развиваться. А вот ваше отношение как артиста к своим коллегам, которые проживали на территории России, которые до этого приезжали и в Крым, и на Украину, еще до 2014 года активно выступали перед своей аудиторией. А потом, когда случилось это воссоединение, да, они вроде как-то, вроде как и не против, бочком-бочком, но, тем не менее, боясь, вероятно, потерять свою аудиторию на Украине, они в Крым не приезжали. Ну, была боясь, потому что, знаете, вот на примере, вот лично Валерия Меладзе, мой близкий друг, и Константин Меладзе, это мои соотечественники, они абсолютно без всякой вот какой-то, каким-то осторожностью, просто у них есть своя позиция, это их право. Поэтому я с уважением к каждой точке зрения отношусь, и тот, кто смелый, тот приехал, видимо, они эту ситуацию видят в такой степени. Одиссей, ну вот действительно, когда очень показательно, что многие, если мы говорим о деятелях с материка, в том числе и творческих, наверное, не стоит отделять творчество от бизнеса, потому что это действительно возможность заработать денег, да, все-таки это шоу-бизнес, конечно, они поняли, где соль, они поняли, где выгода, они приезжают в Крым, они снимают здесь всевозможные проекты, они привозят сюда своих исполнителей, да, устраивают гастроли. А крымчане, вот крымский бизнес, да, крымские творческие люди или в совокупности с бизнесом, мы, по сути-то, и не хайпанули, опять используя это слово, для того, чтобы заработать себе какие-то бонусы. Почему? Вовремя не поняли или возможности не было? Ну, у нас другие цели. Мы, как бы, знаете, рады тому, что произошло, и, знаете, развивать свои фантазии в плане, как это использовать. Наверное, мы уже использовали момент, как это, кайфа, что ли, что мы там, вот, в принципе, в правильном русле и так далее. Касательно бизнеса и касательно творчества, вот, кстати, я где-то что-то объединяю, вот эти две понятия, в этом кручусь. Например, у меня бизнес, который производство, оно тоже как творческая тема, да, оно как ноу-хау. Я вот получил сейчас возможность без крайних простор, как бы, множество городов, миллионников, куда можно определять продукцию и так далее. По творчеству вообще рад, потому что у нас открылась ниша, немного забытая. Не немного, в принципе, хорошо забытая. Это киноиндустрия, например. Вот Крым, это всегда была такая мека, да, вот в советское время. Кстати, на эфире с Андреем Скрыцовым мы обсуждали эту же тему, да, как успехи вот в реализации кинопроектов, да, и, в принципе, создания этой киноиндустрии и всех сопутствующих их инфраструктур у нас на полуострове. Ну, знаете, есть успехи, но есть, конечно, много очень фрагментов, которые не совсем зависят от бизнеса, они пока медленно движутся. В чем сложность? Сложность в, знаете, как, в доверии, наверное. Вот у нас, к сожалению, поделена вот эта вот плоскость на два лагеря, это государство и бизнес. Там пока нету взаимодействий, я их ищу. Желание есть, но действий нету. Ну, думаю, это будет со временем. Знаете, как, мы в этом поле молодые, новички, как сказать, надо, чтобы нам доверили, наверное. Рашид, а вот насколько востребованы крымские артисты на территории материка? Безусловно, сюда, к нам, на полуостров, приезжает большое количество звезд, о которых мы, наверное, раньше и мечтать не мечтали, да, действительно. Наверное, каждый месяц обязательно какая-нибудь новость появляется о том, что там, знаете, певец, знаменитый актер принимает участие в съемках фильма, сериала и прочее, и прочее. А крымские творческие люди, крымские актеры, крымские артисты, певцы, вот у вас никогда не возникало желания поехать в Москву покорить, не знаю, там, в команду Blackstar записаться? Лично у меня это больная тема, конечно. Я считаю, что в Крыму есть достаточно очень много талантливых и начинающих уже таких статных артистов, которые показали свое мастерство, уровень исполнительский и вообще. И даже репертуар появился очень интересный, потому что все связано с авторами. Кто предлагает, вот если появляются песни и на материке записывают хорошие аранжировщики, то есть ряд наших артистов филармонии, театров академического, они действительно в поисках. Но это процесс такой, начальный этап. Уже появились такие интересные заготовочки, и мы наблюдаем, что есть рост, есть к чему стремиться. Что касается материка и конкретно Москвы, Москва это не то место, где можно себя попробовать, но пробовать надо. Опять-таки есть, если материал интересный, можно проявлять, но все равно это такая тяжелая мясорубка, там можно потеряться в этой сложной обстановке, потому что конкуренция сумасшедшая. Я думаю, что все-таки рекомендую всем нашим ярким артистам показывать пока здесь. Мне кажется, скоро в ближайшее время заинтересуются на материке и заметят тех ярких, которые действительно уже сделали свою программу. То есть, по сути, лучше быть акулой в небольшом озерце, чем жабой в океане, да? Грубо говоря, есть такое сравнение. Наверное, это легче, возможность показать, потому что показывай себя максимально, а потом жди такого удобного случая, когда предоставится такая возможность. Переплыть в океан. Одиссей, ну вот сейчас мы с Рашидом больше говорим, наверное, об исполнителях, да? А вот с вами хотелось бы обсудить именно киношную тему. Я слышал, что когда приезжают снимать к нам в Крым фильмы, сериалы, а большое количество заявок поступает, большое количество киносъемочных групп сюда приезжает, и, собственно, инфраструктура в вашем лице тоже создается, да? Но они жалуются на то, что не хватает грамотных, профессиональных и адекватных звукорежиссеров, да? Есть такая проблема. Там помощников режиссеров, да? Вот, по сути, персонал на площадке. Вторых ролей вообще практически нет, по словам российского кинематографа. Вот, допустим, второй режиссер. Но вы отслеживали, мониторили эту ситуацию? Действительно так нам необходимо взращивать эти кадры? Действительно так, да. Потому что все, кто что-то умеет, они устремились на большую землю, как сказать. А здесь специалисты есть, но они работают на других компаниях. Но тенденция к тому, чтобы здесь образовалась инфраструктура, и в том числе создание рабочих мест, есть. Сейчас, знаете, из-за чего? Из-за потока снимающихся фильмов здесь. Просто нет пока единой инфраструктуры. Вот что, пока мы хотим там сделать результаты, вот ринулись туда. Есть, конечно, проблемы, мы будем их потихоньку решать. Кое-что уже решилось. Например, Минкульт уже образовал кинокомиссию, которая как-то будет регулировать систему разрешительную и всякое-всякое такое, чтобы помогать кинематографу. Здесь, ну, допустим, рекомендации локаций и так далее, актеры. Ну, в общем, потихоньку будет рождаться. Но по практике, мне кажется, все-таки эта ниша государственная, она не такая будет живая. Надо им больше и быстрее взаимодействовать с частными компаниями. Иначе толка не будет. Ну, это произойдет. Пока это происходит медленно, но все равно это произойдет, потому что этого требует сама жизнь. И тогда, когда механизм будет сгруппировано работать на общий интерес, тогда появятся уже местные рабочие места. А пока наши талантливые ребята ездят в какие-то другие компании и там работают. И дай бог, что они это делают. Рашид, говоря, вот продолжая, наверное, тему востребованности крымских специалистов, конечно, тех исполнителей, артистов, актеров, которые у нас есть в Крыму, их немало. Они сильно талантливые, творческие. Их узнаешь на улице, да, и приятно встретить человека, которого ты 5 минут назад видел в театре. Но это вот все-таки местечковое. А есть ли у них возможность сняться в том же фильме, да? Если приехала киносъемочная группа с Москвы, да, или с какой-нибудь субъекта Российской Федерации, которая снимает серьезную картину, полнометражную или сериал. Есть ли у них возможность реализовать себя там, попробовать себя там, и не только в плане вторых ролей? Ну, вот, например, я могу привести нашего яркого Олега Флеера, который я частенько вижу в соцсетях. И очень рад за его успехи, то, что он показал себя. И я не сказал бы, чтобы это первые роли, но он действительно мастер, актер замечательный, артист вообще превосходный. То есть было бы желание, по сути... Да, все от желания, и фортуны должны еще потворить. Успех мы стараемся, многие стараются, и потом расстраиваются то, что не получается на первых парах. Но надо стремиться, надо поставить цель, и просто идти к этой цели с хорошим материалом. Алексей, ну, все-таки больше по части кинематографа, да, если мы говорим о приезжих киносъемочных группах, да, у них уже есть свои идеи, свои сценарии, свои режиссеры, свой минимум специалистов, которые в обязательном порядке будут работать на картины. А вот ваша цель, да, я сейчас говорю о фонде поддержки развития науки, культуры и кино, отмечу особо, в этом случае вы исключительно будете таким связующим звеном, таким буфером, или есть тоже в планах снимать что-то свое крымское? Конечно. Ну, смотрите, вот у нас есть такая компания, как «Тавридафильм». Это чисто крымская компания. Вот мы как фонд уже финансировали один проект. Вы в нем принимали участие, да. Этот проект был, все же понимают, это был такой примерочный проект, как бы, да, посмотреть, что кто и таких мы наметили не один. И есть еще другие компании, которые тоже занимаются аналогичным бизнесом уже, я хочу сказать, да, маленькие компании, кто-то рекламами занимается, кто-то чем-то. И вот у фонда есть, знаете, уникальная возможность объединить эту структуру, ну, как бы сказать, кандидаты в инфраструктуру, да, в какое-то общее поле и приносить пользу. На сегодняшний день есть несколько, сейчас неудобно называть, может быть, некорректно, уже которые начинают взаимодействовать. Вот, это чистый бизнес. Мне удобно, как регулятору, и как, кстати, маленький личный интерес тоже там появляется, в том плане, что удобно ты видишь специалистов. У всех разные компетенции, кто-то хорошие картинки делает, кто-то локации хорошие выбирает, кто-то, то есть специалистов хватает у нас тоже. Они, кстати, тоже научены приезжающими компаниями сюда, снимающие большие фильмы. Я думаю, что Крым все-таки, вот мы способствуем этому, наверное, у нас что-то получится, все-таки станет не то, что буфером, а именно, знаете, как сервисным звеном. Вот, например, сейчас, я когда-то это говорил, может быть, в устных беседах, черноморская кинокомпания, она с нами объединилась оборудованием, транспортом, ну, в общем. То есть, по сути, вот эти мелкие, некогда разрозненные крымские компании, которые на уровне обывателя, наверное, обеспечили, да, там, всем необходимым массовкой, сейчас объединяются в один конгломерат? Да, почему? Потому что сегодня 40-50 фильмов снимается, все равно, чтобы качественно обеспечить им сервис, этим компаниям, чтобы они сюда не везли обозы, оборудование и так далее, нужно много компаний. Все равно один никто не справится. Было сначала, понимая, о, тот конкурент, этот конкурент, но сейчас все поняли уже, ты мне давай работу, динамика что была, я согласен с вами работать. Хорошо, оплата, вот те же, те же московские специалисты приезжают и говорят, там, ребят, мы не будем воплатить столько, сколько платим своим. Стоп, такой момент тоже есть, но это обычные рыночные отношения. Знаете, как, у кого есть чувство меры, тот хорошо начинает взаимодействовать и работать. Есть некоторые другим понятиям, у него друг министр, у того друг владелец оборудования, у третьего какой-то там продюсер крутой друг, и за счет этого они думают, что они чего-то заслуживают, ну, какого-то внимания. На самом деле это время, как бы сказать, бизнес на это смотрит по-другому. Но есть друг, посидим, выпьем, шашлык, может, покушаем, еще что-то в бизнесе это не катит. Я к чему это говорю? Он думает, что раз это так, то тогда к нему пусть приходят. Ну, дай нам услугу, и мы к тебе придем. Рашид, а вот если о кино говорить, да, вот с позиции обывателя, наверное, а не артиста, вы российское кино признаете? Потому что сейчас в большей степени это какие-то голливудские блокбастеры, да? Ну, если о фильмах, то, конечно, что-то из старого советского, да, Гайдай. Можно, чтобы он много не краснел, я за него скажу. Конечно, голливудские фильмы намного круче, чем российские, к сожалению, к счастью для них. Просто он мог бы так не сказать. У меня другая точка зрения, я согласен с Одиссеем, абсолютно разделяю, но вот есть моя точка зрения. Я, например, сам рожден в Советском Союзе, для меня дорого творчество именно наших великолепных, легендарных Гайдая, Рязанова, Георгия, Данелия. Это для меня просто вечное творчество, которое смотришь, пересматриваешь и восхищаешься. Но что касается современного, да, кинематографа, да, все-таки делается акцент на Запад, да. Я, например, немножко более советский человек, и, вы знаете, за свои неполных 60 лет я что-то в этой жизни видел, и я горжусь моей страной, которая меня воспитала, я вырос в тех традициях. Для меня патриотизм, любовь к твоему, значит, творчеству советского наследия больше ближе. Но я смотрю, интересные такие, наблюдаю, но все это немножко заподозированное. Вот оно как-то... Вот здесь, к сожалению, правда. Почерк, почерк. Одиссей, да, я помню вас, Рашид, а вот действительно, может тогда не стоит подражать? Безусловно, что зачастую создатели фильма, продюсеры, они ориентируются на позицию потребителя, который диктует свои какие-то условия, но, тем не менее, может не стоит идти на поводу, не стоит подражать этим каким-то западным тенденциям, а выбрать свою нишу. Это очень хорошо сказано, и я даже это введу в рамку, в ранг, как сказать, мечты. Я думал, в рамку Александр Макарь сказал. Можно и так, знаешь почему? Потому что это мечта. Да, действительно, так и должно быть. Но здесь целый ряд вопросов, которые надо решить, чтобы это появилось хотя бы в начальном своем, хотя бы на старт вышло. Потому что, знаете как, знаете, кто вообще снимает фильмы? Тот, кто умеет получить бюджет. Не тот, кто имеет талант. Вообще надо разделить это. Кто имеет талант снять хороший фильм или написать хороший сценарий и тому подобное, это одна сторона. Но снимает тот, кто умеет получить бюджет. Вот вам правду. Но это если мы сейчас говорим о государственной поддержке кино. А если мы выходим, руководствуясь вашей позицией, к частным инвестициям, то тогда дядя с деньгами будет рассказывать нам, как снимать кино. Но здесь еще появляется один, как это сказать, момент, который тоже против... Да, мы будем это делать. Мы будем это делать чисто как патриоты. Вот, например, у меня есть возможность, слава богу, что она есть, какие-то делать движения в сторону развития и поддержки науки, культуры и кино. Но это будет длинный путь. Если бы это была государственная идея, было бы, конечно, намного лучше. В каком смысле? Вот бизнес теперь... У меня появилось такое мнение... Вот я год занимаюсь этим, я свежий, да, как бы на этом поле. У меня появилось мнение, что я иногда играю не в унисон, каким-то там сильным мира сего. И появляются дискомфортные отношения. Я вижу их. Понимаете, как? Я не буду на этой передаче об этом говорить, но обязательно изучу досконально, в чем вот эта вот неуютность. Но я ее почти вижу, потому что ты как бизнес... Понимаешь, еще культура есть просмотра фильма. Допустим, этот потребитель не смотрит твое кино. Вот, если я сейчас в некоторой степени открыл глаза на внутренний мир кино, Рашид, а вот в музыкальном бизнесе так же дела обстоят? Ну, знаете как, это дело вкуса. Вот если, допустим, вот я знаю, что Одиссея сам очень творческий человек, он владеет инструментами. Ну, когда у меня будет музыкальная программа, я обязательно приглашу. Поэтому, может, мы что-нибудь совместно что-то организуем, это будет интересно. Мы еще пока не говорили на эту тему. Но, конечно, вот все-таки есть очень много таких шероховатостей. Я считаю, что вкус... Для чего эти музыкальные школы посещают дети? Мы прививаем на правах педагогов, мы направляем правильно, если чувствую потенциал, что этот ребенок правильную музыку слушает. Он начинает с классики, слушает джаз, слушает поп, рок-музыку. Если это продукт интересный, он вырастет. Он не будет дешевую музыку рекламировать. Он будет ее так пренебрегать и обходить стороной. Руслан, ну что ж, вполне очевидно, что, наверное, неважно в какой сфере развиваться, главное иметь желание для этого. И, наверное, неважно какой дорогой идти, а главное прийти к цели. Вот, надеюсь, мы все-таки придем к этой цели. Я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова